В российских регионах растет число отравлений суррогатным алкоголем, причем все чаще со смертельным исходом. За последние недели, по данным Следственного комитета, скончались 15 человек. Пятеро из них в Красноярске. Оттуда репортаж Дмитрия Толмачева. Пациенты с тяжелым отравлением начали поступать сюда, в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи. В ночь с пятницы на субботу первыми привезли пятерых молодых людей. Накануне они в компании отдыхали в сауне, выпивали, и через несколько часов все почувствовали себя плохо. К вечеру в воскресенье пациентов с одинаковым предварительным диагнозом отравления метиловым спиртом. Здесь в больнице было уже больше 20 человек. С пятницы по сегодняшний день в больнице госпитализировано 25 человек с отравлением метиловым спиртом. Из них трое умерло. Еще четверо находятся в тяжелейшем состоянии в реанимационном палате. К настоящему моменту скончались еще двое пострадавших. По фактам гибели людей в Следственном комитете возбудили уголовные дела. Уже известно, что все пили один и тот же алкогольный напиток, поддельный виски известного американского бренда. И все заказывали его по телефону с доставкой по сильно заниженной цене, как минимум втрое ниже магазинной. По разным данным стоимость варьировалась от 300 до 500 рублей. Кто-то говорит о стоимости в 700 рублей за один литр вот этого алкоголя. Сейчас изъяты компьютеры у всех пострадавших. И отсматриваются, какие сайты последние посещали данные лица. И, конечно, отслеживаются звонки, потому что установлено, что алкоголь привозили курьеры. Среди госпитализированных есть как мужчины, так и женщины. Самому старшему 39 лет. В полиции не исключают, что число пострадавших может увеличиться. Тем временем в региональном управлении Следственного комитета от жителей края ждут сообщения о фактах нелегального сбыта алкогольной продукции. Специально для этого открыта горячая телефонная линия. Интернет-магазинов, через которые мог продаваться суррогат, в сети десятки. В одних цены лишь чуть ниже розничных, и торговля идет только в разрешенное время, до 23.00. В других алкоголь доступен круглосуточно и значительно дешевле. Закон обходит таким образом. Купить предлагают магнит, бутылка спиртного в подарок. Накануне за нелегальный избыт спиртного стража порядка уже задержали в Красноярске двоих мужчин. В автосервисе, который они использовали как склад, изъяли более полутора тысяч бутылок с контрафактным алкоголем различных известных марок. Но причастность задержанных к отравлению и гибели людей пока не установлена. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Пкаченко. Первый канал. Красноярск.